Сегодня меня хотят незаконно задержать по вымышленному обвинению в шпионаже. Всех неравнодушных прошу срочно прийти к моему дому. Этот твит – фейк, так же как и пост Бабченко в живом журнале, где он кается за создание группы блогеров-фальсификаторов по заданию СБУ. А опубликовали эти фейки активисты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Им удалось взломать почту Бабченко, подобрав 12-значный пароль. А вот замести следы не удалось. Как мы это узнали? На самом деле очень просто. После взлома Бабченко восстановил доступ к своей электронной почте и нашел в корзине облако, созданное хакером FileProject. В нем была фальшивая переписка Бабченко с сотрудником СБУ, в которой тот якобы требует от спецслужбы 20 тысяч долларов за инсценировку убийства. Взломщики удалили файл после записи видеоотчета, но, очевидно, забыли и не успели очистить корзину. В свойствах файла я увидел, что его создал человек с псевдонимом Фэсхэли. В сети его использует 34-летний Павел Коренев. Вот он, сотрудник Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Этот файл не единственная улика, которую оставили хакеры. Чтобы войти в почту Бабченко, им потребовалось привязать к ней свой номер мобильного телефона. В видеоотчете номер заретуширован, но меньше чем на секунду с заплаткой исчезает, и нам открывается номер мобильного оператора Phoenix, который работает только на территории ДНР. Павел Коренев и его коллеги по министерству, Данил Бессонов, Дэн Леви и Делиант Максимус, все это псевдонимы, связаны с серией постановочных видео. Про российские партизаны, якобы действующие в нескольких подконтрольных Киеву городах Украины, еще один продукт группы Бессонова. В одном из видео Днепропетровских партизан мог сняться он сам. Слева Данил Бессонов. Это фото он опубликовал на своей странице ВКонтакте. Справа участник Днепропетровских партизан. Как мы выяснили, похожи они не только зелеными масками. Сравните их голоса. Я принял решение, что мне нужно ехать сюда и участвовать в защите свобод Донбасса. Таких роликов десятки. Они распространяются через сеть фальшивых аккаунтов в соцсетях. Количество просмотров может достигать 200 тысяч. Цель – дискредитировать власти и военнослужащих Украины. Донбасса. 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 Донбасса.